Вот о чем нужно знать в пятницу утром 15 апреля. Минобороны сообщило, что вооруженные силы Украины заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции в Донецкой Народной Республике. Если бы ее подорвали в зоне затопления, оказались бы сразу несколько городов и поселков с населением более 15 тысяч человек. Американское издание New York Times сообщило о первом визите на Украину официальных лиц США за время военной спецоперации. В Киев приехал сенатор Стив Дейнс и представитель Нижней Палаты американского парламента Виктория Спарц. При этом Спарц является уроженкой Украины. Они посетили Бучу и побывали в Бородянске. Российское министерство обороны сообщило, что крейсер Москва затонул во время буксировки. В условиях шторма в среду на флагмане Черноморского флота произошел пожар, сдетонировали боеприпасы и корабль получил сильные повреждения. Министр экономики Армении заявил, что республика начала расплачиваться за российский газ в рублях, хотя Армения и не является недружественной страной. А именно страны из этого списка с апреля, согласно указу Владимира Путина, должны были перейти на новую схему оплаты российского газа в рублях. Коллективный иск к российскому отделению Apple рассмотрят в Москве. Основная претензия заключается в том, что из-за санкций с телефонов исчезла часть приложений. Таким образом, людей намеренно лишают функций, на которые они ориентировались при покупке дорогого смартфона.